Человек думает, что ничего никто не узнает. У нас все фиксируется внутри. Вот эти все компьютерные системы, слежения, там эти все камеры, это отдыхает по сравнению с тем, что у нас находится уже внутри. У нас все фиксируется, каждый поступок фиксируется вот здесь в области сердца, находится зона, которая называется Мохабхага. Там фиксируются все поступки и события человека. Как только человек совершает определенный поступок, он выбирает путь. Здесь находятся наши прошлые желания и поступки. И там есть разные направления жизни. Например, мы такой дорогой идем, товарищи, или такой дорогой идем, товарищи. Пошел, изменил жене, изменился путь. До этого ты был честным, как ты в отношении с женой, так? Был один путь жизни. Изменил жене, а ты встал на другой путь жизни. Это не то, что как бы ты просто изменил, и все, я больше не буду. Это потом тебе судьба скажет, будешь ты еще или не будешь. Это уже другой вопрос, будешь ты или нет. Потому что есть силы, которые заставляют. Ты, может быть, и не хочешь больше, но тебя манит. Тебе что-то такое тянет внутри. Красивая была тетка. Знаете, манит он не может уже как бы просто так. Он уже ему понравилось. Он думал, Олег Геннадьевич, понимаете, мы вот со своим мужем, мы одну жизнь вместе живем. А вот с тем молодым человеком, с которым, как вы говорите, я ему изменила, своему мужу, я на самом деле изменяла этому молодому человеку со своим мужем все время. Потому что с ним мы жили много жизней. Этот человек, он как бы, мне, он вечно мой муж, вечный, понимаете. А тот, с которым у меня двое детей, как бы он временный. Представляете, какая философия развилась на основе закона реинкарнации. Но эта философия означает всего лишь дорога, которую человек пошел. Потому что дорога всегда, философия всегда следует за дорогой. Если человек, допустим, совершил какой-то поступок, дальше за поступком меняется восприятие жизни. Допустим, человек изменил, он говорит там, я никогда не любил тебя, и наши дети мне тоже не очень нравятся. Хотя раньше он любил. Он теряет память о том, что было. Настройка меняется, дорога другая уже. Другой дорогой уже человек идет, понимаете. И мы этого не знаем всего. Он думает, да, ничего страшного. Но вся судьба смеется над этим человеком. То есть, говорится, он немножко подсмеивается, как бы этот автор, Фил Вальбар. Подсмеивается он над этими людьми. Он говорит, слабый разумом человек такой. Выдает себя за очень крутого. Видите, две тысячи назад, лет назад было то же самое. Сейчас люди часто такие, знаете, они так очень крутые, там, ходят такие крутые. Но как определить сильный разумом человек или нет? Изменяет своей жене или нет? Если изменяет, значит, он просто слабый человек. Он не то, чтобы какой-то сильный. Он может быть директором завода, он очень крутой может быть. Но если он просто не может честным быть близкими людьми, честным. Вот быть честным женой с детьми, значит, он слабый разум. Здесь этот человек, святой, называет таких людей слабых разумом. Он говорит, что они похожи на гремычную корову, набросившую на себя шкуру тигра. Солиняк. Чтобы ее не поколотили, пока она пасется на чужих полях. Но проблема заключается даже не в том, поколотят или нет. Проблема заключается в другом. Человек все теряет. Вот что у человека есть? Вот что у него есть? Человек говорит, что у него есть машина крутая. Ну что тебе эта машина? Ты с ней целоваться же не будешь? Ну куда-то ты едешь на этой машине. Куда ты едешь? К любимому человеку, близким. Человек должен ехать туда, где его ждут. Он не может ехать после пустоты. Машина, дом. Все это просто как бы внешние атрибуты любви, отношений. Так? Но если ты потерял отношения, зачем тебе все это надо? Зачем тебе нужна машина, дом, весь этот спектакль, декорация. И все это для чего? Для того, чтобы просто купаться в своих испражнениях, которые ты сам сделал. Ведь никто не будет. Человек не улыбается, а не тебе вот эти деньги приносят большие. И что дальше? От этого твоя жизнь стала счастливее? Нет. Все это обман. Человек обманывает сам себя просто и все. Обманывает близких. Ради чего? Ради того, чтобы это мимолетное вот это вот чувство, о котором так сильно мечтали большевики. Вот ради этого чувства вот вся жизнь нас махала. Ведь есть что-то большее, чем то, о чем говорил Фрейд. Он говорил, сенс главный в жизни. Фрейд создал великолепную теорию о том, что секс это главное в жизни. Но в этой теории почему-то он не учел. Глубокие чувства между людьми, которые ничего общего с сексом не имеют. Они основаны на верности. Основаны на доверии. На каких-то вещах, которые создаются с большим трудом внутренним, душевным. Это и есть настоящее отношение, настоящая любовь. Но сейчас почему-то мало об этом говорится. Фильмов различных, психологи об этом мало рассуждают. Все говорят о технике. Надо улыбнуться там, куда-сего там, так сказать, кивнуть. Обезьянки тоже так себя ведут. Они кивают, улыбаются тоже. Но все снаружи. Но человек это совсем другое. Счастье, оно же не находится снаружи. Его надо аскезой создавать. Внутренней аскезой. Но если ты изменил своему близкому человеку, как ты сможешь дальше с ним построить отношения? Ну хорошо, ты хочешь построить отношения. Значит, ты должен столько раскаиваться, чтобы этого хватило, чтобы ты никогда больше не думал вот этим путем, в котором ты пошел. в котором ты пошел. Видите, здесь как бы говорится о каких-то правилах, которые мы, к сожалению, забывать стали потихоньку. Из-за того, что слишком много мысли о работе, о холодильниках, машинах, квартирах, внешних каких-то вещах. Выставляя свою праведность на показ. Но мы же крутые все внешние, да? Делаем крутой вид, ходим все. И нарушая тайну, тайну, нарушая закон, которую мы не придумали в этом мире. И даже не юристы, и не глава государства. Есть законы, которые мы не можем ни отменить, ни создать. Эти законы действуют безупречно в этом мире. Можете проверить на своей судьбе, на своей жизни. Ты навлекаешь на себя бесчисленные страдания и будешь плакать от многих бед. У меня к вам вопрос. Таракан понимает, от чего он мучается или нет? И можно объяснить, что по кухне бегать нельзя? Можно? Нет. Теперь давайте зададим себе вопрос. Некоторые люди говорят, что я так страдаю? Это хорошо, что ты этот вопрос задал. Теперь начнется жизнь. Потому что до этого никаких вопросов не задавалось. потому что когда человек вот здесь свое сердце, здесь также находится голос совести, или сверхдуша, или ощущение, или энергия счастья, энергия любви, вот отсюда исходит все это. Это представительство высших сил, представительство Бога в нашем сердце. Когда человек искренний вопрос задает, он вопрос задает туда. Потому что вся эта наша жизнь это отношение вот с этим существом, которое находится здесь. Мы строим с ним отношение. Хотя думаем, что мы строим со всеми остальными. Надо вот этот вопрос давно было задать. За что я здесь страдаю? Ты еще заодно спроси, а почему с такими муками рождение ребенка, с которым вроде бы ни в чем не виноват, связано? Почему с такими муками связана смерть человека? Почему с такими муками связана жизнь? Почему столько жестокий воин на этой земле? Очень много вопросов в своей судьбе можно задать. Почему вот так все происходит? Можно теперь всем выключить мобильный телефон. Лекция не мешала это прохождение. Это будет ваше взаимоотношение со всеми, кто взаимствовал. ваша верность. Верность залу будет в том, что вы выключите мобильный телефон. Но если вы не выключите, то все обнаружат, что нет верности. В какой-то момент опа! Это что у тебя за волос? На пиджаке. Так незаметно Бог показывает нам. И что ли? Так почему люди плачут от многих веков? Мы не знаем. Это говорят, на этой земле невозможно человеку понять, от чего он плачет. Мы не достойны знать точно, за что мы страдаем. Есть другие, во Вселенной или вписываются другие планеты, более высокие, где память о прошлых жизнях сохраняется. И сохраняется в сердце причинно-следственная связь. Проблема заключается в том, что наша разумность недостаточно высока еще для того, чтобы эти причинно-следственные связи устанавливали в своем сердце. Ну, допустим, кто из вас прослеживает связь? Вот, допустим, я пострадал за что-то и сразу понял за что. В это время ты страдаешь или нет, когда ты понял за что? Нет? Ты просто такой вот это да. Удивляешься, что это работает так. Система работает, оказывается. Когда ты установил связь, когда человек не устанавливает связь, он мучается от этого. Мучается серьезно. Особенно он мучается, когда он видит, что близкие люди уходят навсегда из жизни. Но если бы мы знали, что на этой земле рождаются для того, чтобы мучиться. Один очень великий святой, который дал ему вот это знание, он говорил, что материальный мир это не место для джентльменов. Не то, что земля, весь этот мир. Потому что здесь очень много страданий. Мы наказаны все здесь, мы живем здесь, потому что наказаны. Посмотрите, сколько страданий вокруг. Он говорит, это в России так плохо жить, надо сматываться отсюда. Ну попробуйте, куда вы будете сматываться. я проконсультировал в Германии людей. Сто человек проконсультировал русских эмигрантов, все воин. Говорит, пять лет понадобилось учения, чтобы здесь как-то привыкнуть жить. Люди совсем другие, жить тяжело с ними, тяжело общаться, понимать их. Их другая жизнь, другой менталитет, очень тяжело. Внешне все красивее, все приправлено, кустики там, все. Но внутри все холоднее у людей. 150 человек проконсультировал в Лос-Анджелесе, в Америке. То же самое. Люди страдают везде. Весь этот мир, он, как бы, это место, где мы отрабатываем карму, когда мы отработаем ее, тогда получаем счастье. Здесь счастье тоже есть, не то, что только одни страдания, счастье тоже есть. Оно бывает разным. Бывает счастье, которое вызывает страдания, как первое время чмы. А и бывает счастье, которое не вызывает страдания. Разные виды счастья. Вот этот вид счастья, который мы сейчас изучаем, он вызывает не просто страдания, он портит, рушит жизнь человека. Синильная кислота сравнивается ведом на вкус сладкое, но она вызывает немедленную смерть. Понаслаждался чуть-чуть сладким вкусом и до свидания. Понимаете, вот так это то же самое, что наслаждаться незаконными отношениями. Видите, здесь говорится незаконными отношениями с женщиной или с мужчиной. Незаконные отношения означают те отношения, которые приводят к хаосу в жизни. Хочешь ты этого или нет, видели или не видели, не имеет значения. Есть механизмы, которые приведут твою жизнь к хаосу. Я эти механизмы изучаю. Если хотите, я могу вам рассказать некоторые моменты. В сердце человека есть такое устройство. В сердце означает любовь, связь между людьми. Осуществляется здесь, вот здесь. сердце тебе не хочется покоя. То есть, у меня установлена Станислава на связь отношения. Если я скажу это в Америке, то сразу поймут, что я голубой. В России, слава Богу, еще как бы могут понять, что есть дружба просто между мужчинами. Еще как-то понимается это. Но если в Америке два мужчины пройдут рядом, значит и они улыбаются друг к другу, значит они голубые. В основном так люди считают. Поэтому уже не принято в Америке мужчинам ходить рядом друг с другом. Ну ходят как бы, ну аккуратно так, серьезный вид делают. Представляете, какое извращение уже произошло в культуре? Есть разные же виды любви. Есть дружеские отношения. Это любовь. Есть отношения матери и сына. Сына и матери. Родительские отношения. Соотношения супружеские отношения. Есть отношения просто как бы нейтральные. Ну допустим, вы меня не знаете, я вас как бы меня знаете чуть-чуть, я вас чуть-чуть знаю. Ну может быть и нейтральные отношения, допустим, тот слушает лекции, там это отношение уже старшего, младшего возникает. кто-то воспитывает меня, иногда что-то говорит не после лекции. Наоборот, отношения возникают. Но есть отношения, есть разные виды любви. Лес, допустим, мы поле сведем, у нас нейтральные отношения с деревьями. Мы же дерево колечко не говорим. Колечко мой растет. Ну, нейтральные отношения, дерево просто. Нейтральные отношения. Есть извращенные отношения. Когда у тебя есть уже жена, значит, ты не должен дальше отношения супружеские больше ни с кем нельзя строить. Почему? Потому что такого закона есть же нам все достаточно. Зачем? Зачем втайне как бы обманывая жену еще с кем-то какие отношения строят? и так в сердце человека устанавливается определенная связь с человеком. Ну, допустим, человек ушел из моей жизни. Нет его в моей жизни, допустим. Как-то так произошло. Связь осталась или нет? мы не можем так ничего изменить. Нам это не подвластно. Поэтому смотрите, допустим, с каждым человеком дается какое-то испытание в жизни. Вот допустим, у тебя с человеком есть какая-то связь, допустим. Он тебе дал мужчина этот нежно к тебе относится, дал тебе возможность жить в хорошей квартире, но он ругается постоянно. Деньги приносит, но ругается. Допустим, думаешь, не хочу жить, он ругается, не хочу с ним жить, не буду. Хорошо, бросаем мужа такого. Следующий какой будет? Квартиры не будет, денег не будет приносить, но ругаться тоже не будет. Понимаете, есть как бы дырки там в сердце, есть заполненные места, и то, что заполнено, уже другое никто не может дать. Вот это все уже, это остается с тем человеком. Новое, что-то, то, чего не было. Но есть еще одна проблема. Есть еще невозможность. Например, если мужчина бросает женщину, он не может строить дальше супружеские отношения с другой женщиной, он может только с ней строить отношения любовника и любовницы. Даже если они женятся. Мужчина думает, ой, какая красивая, мне нравится, но не твоя. Вот тебе дал Бог вот этого человека и жили с ним. Не люблю. Это уже другой вопрос. Это вопрос, насколько ты построил эти отношения, потому что любить можно любого человека. Особенно, если вы смогли жить вместе, у вас есть совместимость, связь какая-то есть. Что такое любовь? Это труд, тяжелый труд в отношениях, который дает возможность человеке увидеть прекрасное. Тяжелый труд, тяжело достижимая вещь. но мы не смотрели. Мы увидели только плохое в отношениях. В отношениях стали очень тяжелыми, мы расстались. Допустим. Ну, точнее, я бросил жену, допустим. Мы расстались. Я говорю, мы расстались. Значит, я бросил. Если я говорю, я бросил, значит, а, если я говорю, меня бросили, значит, он бросил. Если я бросил, мы говорим, мы Ну так или иначе. Нет отношений. Кто-то бросил кого-то, конечно же. Кто-то рушит первые отношения. Что дальше? Дальше наказание. Вот там кто-то бросил наказание. Женщина обычно наказывается тем, что она остается одна надолго. Или она даже выходит замуж, если она достаточно красивая, привлекательная. Она может выйти замуж, но она будет жить одна с этим человеком все равно. Потому что близкие отношения создаются по воле Бога. Ты не можешь сидеть и делать человека близким тебе. Это невозможно. У нас нет такой силы. Сделать человека близким невозможно. Через какое-то время возможно, когда Бог простит, допустим. Высшие силы прощают нас. Но чаще всего женщина остается просто одна надолго и все. Потому что она не хочет каких-то отношений, хочет близких. А не может. Что-то мешает. Не бросает. А трудно жить. Хорошо изучать, как правильно жить. Чтоб не было трудно. Видите, как бы есть разные пути. Можно просто ругать вокруг себя, а можно пытаться жить правильно. Правильный путь. Это очень тяжелый путь. Сначала я. Потом будет нектар. Потом будет хорошо. Счастье придет потом. Когда ты сможешь жить правильно. Ведь всегда, когда у тебя есть жена, хочется же молоденькую какую-то девушку себе рядом поиметь. Это естественное чувство для любого мужчины. Есть красивая жена, но она постепенно стареет. А девушки вокруг молодеют. Становятся красивее, красивее, красивее. И красивее вообще невозможно смотреть уже. Такие красивые. И так как у меня хорошее положение в обществе, хорошая работа. Эти девушки молоденькие на меня смотрят. Это значит, что я лучше, чем моя жена. Почему? На меня смотрят, а она уже старая. Философия, понимаете, какая. Результат этой философии какой? Разрушение жизни человека. Он думает, да у меня будет еще лучше семья. Ты уверен? Это ты создал свою семью? Ты сам нашел себе жену? Нет. Тебе судьба ее дала. Как же ты теперь думаешь, сможешь построить лучше отношения? Не факт, что ты сам сможешь. Люди иногда долго играют, что у них есть отношения. Потом пац, один другого бросает. Отношение – это награда всегда. Иногда женщина одиноко страдает, она бросила мужа. Потом она отрабатывает эту карму, находит себе хорошего человека и живет нормально. Но она должна учесть все ошибки. Мужчина чаще всего, когда бросает, он не остается один. У него много женщин появляется одна с другой. Но они одна не является его женой. Именно отношения супружеские являются более важными в семейной жизни. Они глубокое чувство дают. Самые лучшие отношения – это со святым человеком. Самые лучшие, самые глубокие, самые чистые отношения с наставниками. Это говорит, никакого сравнения нет между любовью к семейной жизни и любовью к святому человеку. Никакого сравнения нет вообще. Никакого сравнения. Любовь к святому человеку неизмеримо больше и чище, чем просто к близким людям. Но если ты хочешь любви с близкими людьми, хорошо? Тогда ты должен знать правила, как жить в отношении с этим близкими людьми. Чтобы была чистая и светлая любовь. Возникла. Сначала ее не будет. Потому что сначала есть только желание наслаждаться друг другом. Это то, что так прославляют во многих романах. Вот это вот просто желание. И даже сказки, сказки как пишутся. И стали жить пожевать, и добра наживать. Дальше о жизни ничего не пишется. Вот об этом наслаждении перед тем как пишется, а о самой семейной жизни не пишется. Почему-то люди сильно большое значение придают вот этому чувству, которое ничего вообще с любовью не имеет. Это просто желание наслаждаться человеком. Мы так мечтаем об этом. Когда же у меня появится такое желание? Я так хочу, чтобы лето не качалось, чтобы оно качалось за мною все. Мы наслаждаться жизнью хотим, понимаете, все наслаждаться. Но веды говорят, это не способ жить. Человек должен из своей жизни сделать подвиг, направленный на награду за свою жизнь. Человек не должен жить ради наслаждения. Олег Геннадьевич, когда нет, Бог даст мужа. Это один способ жить. Второй, Олег Геннадьевич, скажите мне, пожалуйста, как мне себя вести, чтобы я была достойна хорошего человека. Это другой способ жить, понимаете? Два способа жить. Один способ приводит счастье к другой, к одному поражению. Веды учат человека, никогда не нужно думать о наслаждении, о том, чтобы когда мне будет хорошо. Забудь об этом. Никогда не будет хорошо. Вот с сегодняшнего дня я даю вам установку, что вам никогда не будет хорошо. Делаю маленькое дополнение. Само собой, просто так. Это называется благословение. Если человек знает, что ему само собой никогда не будет хорошо, значит он начинает делать добрые дела. И он свою жизнь делает счастливым, понимаете? Не то, что я такое благословение. Да, я такой приехал, тут ему глупол, а он благословение. Нет, я стараюсь сделать так, чтобы вы были счастливы. Настоящее благословение – не ждать счастья от судьбы. Потому что само это ожидание, это проклятие. Женщина ждет мужа, означает, что она расходует свою женскую энергию. Она не должна ждать мужа, она должна победить в это желание ждать. И начать служить людям, как женщина. Жить для всех, как женщина. И постепенно стать счастливой в такой жизни. В результате, когда появится муж, ты уже для него можешь жить, как женщина. Оно означает, что будет счастливой семей для жизни. Ну, по крайней мере, у тебя. Если муж не сможет для тебя жить, как правильно, он не будет счастлив, ты будешь. Что-то вы задумывались. Итак, смотрите, одно правило. В сердце есть свободные места и занятые. Мы не создаем эти места. Следующее правило. Мы не можем создать отношения сами. Они приходят по судьбе. Приходит время и приходят отношения. Мы не можем их создавать. Но что мы можем? Мы можем портить себе жизнь. Вот это мы можем. Пожалуйста. Нет проблем. Можем делать ее счастливее. Можем ее портить. Как человек портит жизнь? Он покупается на мелкие радости. Просто покупается. А он чуть-чуть полежал. Ну, что это за наслаждение? Ну, один день там поспал с красивой девушкой. Ну, что это такое? Ну, это не так много счастья. Всего один день. Один лишь раз. Один лишь раз. Хорошо. Дальше что? Дальше что? Полная сколбас семья. Потому что дальше холод к детям появляется. К своим детям холод. Жене холод. Она начинает чувствовать неприязнь в тебя. Начинает ругаться с тобой. Вот ты думаешь, вот поэтому я от нее ушел. Нет, неправильно. Это она ругается, потому что ты от нее ушел. Причинно и следствие другая. Это она ругаться начала, потому что ты перестал быть честным. А не потому она ругается, что ты от нее ушел. Все наоборот. Мобильники помогают уже. Оттверждение. Я сейчас в деревенской, в сельской местности живу. Я там читаю лекцию своим ребятам. И у нас стоит лошадь там за забором иногда. Пасется. И я говорю, вот кульминацию какую-то скажу, она не слышит лекцию. Но она животное, они сердцем рядом с людьми всегда. У них сердце рядом. Я когда что-то важное скажу, тишина такая. И ложат. Такая там, на задней технике, она помогает. Здесь как бы животных нет, но здесь помогают мобильники. Я скажу, что она скажет. И так что-то там. Есть такая, есть праша, но такая наука лимитическая. Она объясняет, как природа помогает. Когда правда же происходит, что-то важное. Или что-то плохое происходит. Природа помогает, она дает знаки. Как здесь на лекции тоже может быть. Многим людям приходится встречаться со святыми, в скобках. Под обличием которых скрывается грешник. Как это понять? Вот как определить, человек честный или нет перед тобой? Даже не обязательно святой, там не святой. А просто вот честный человек или нет. Как определить? Есть способ. Есть способ. Первый вопрос заключается в том, кто может это определить? Это может определить честный человек. Потому что подобное притягивается к подобному. Но как честный человек определяет, перед ним честный человек или нет? Вот ты начинаешь общаться с ним, и он рисуется перед тобой. Ну, знаете, как поведение не глубокое. Такое, внешнее. Понимаете, да, о чем я говорю? Это значит, что, смотрите, здесь конкретно все говорится. Выставляет свою праведность на показ и тайно нарушая закон. Есть такое зернышко кунри в Индии. Оно очень красивое снаружи. Но внутри черное такое ядовитое беднышко. Понимаете? И вот здесь этот цветок говорит. Некоторые люди подобны этому зернышку. Они снаружи себя очень сильно презентируют. Презентация идет, крутая такая. Пиар своей личности. А внутри черное все, ничего хорошего. Но когда у человека есть что-то внутри, он будет пиар делать или нет? Зачем? И так все хорошо. Зачем делать пиары какие-то, да? Пиар надо делать, когда ты боишься за свою судьбу. Так, допустим, муж изменил жене. Как он себя ведет женой? Начинается пиар-компания. Приходит домой и начинает показывать, что он крутой. Но внутри черное пятнышко. И его никуда скрыть невозможно. Потому что близкие люди сердцем смотрят друг к другу. Не внешне смотрят друг на друга, а сердцем. Не понимают, что-то поменялось в отношениях, что-то не то стало. Стала тяжелая судьба. Была хорошая судьба, стала тяжелая. Так положено человеку, которым изменили, это положено, это нормально. Но человек, который изменили, он за это будет отвечать. Больная ранящая стрела снаружи, гладкая и ровная. Судить надо не по внешности, а по поведению человека. Как судить по поведению? Для этого надо установить внутренние отношения. Смотрите, у нас все общество, оно основано на чем? На внешнем. Люди по внешнему судят о внутреннем. Я, допустим, к вам летел, в Краснодаре подал паспорт, и у меня такая ветка, большая ветка такая, накрученная на руке. Я лечусь ветками. Так себя лечу. На руке я забыл снятие, как бы, забыл, что передо мной будет человек, который сует по внешнему. Я забыл снять ветку, и она такая сначала на ветку, потом на своего этого милиционера рядом. Такая. Не мое кино такое, я смотрю кино. Как будто я не вижу всего этого. Я увидел, что я не вижу этого поведения. И она такая. На меня показывают. Да я смотрю в их глаза. Я с ней внутренние отношения строю. Она со мной строит внешнее. Она не понимает меня как личность. Она витет ветку, и по ней делает вывод о том, кто я такой. И она такая. На меня уже смотрит. На своей волне такая. Ну, как вы? Хорошо. Я смотрю в их глаза. Но она ничего не видит. Потому что она сделала выводы. Она смотрит на меня. По-своему. Из окна ВДНХ в очереди стояла. Там стоят две девочки по 15 лет. Они носят фенечки на пальцах. Вот такие же камешки, только фенечки. Как обезьянки. Знаете, обезьянки носят что-то. Иногда воруют очки, надевают. Но они не понимают, зачем это надо. А я понимаю, зачем это надо. Эти камешки меня спасают от болезней, от тяжелых перегрузок. Допустим, ночь летел сюда. Видите, как огурчик. Благодаря камням, там, еще чему-то, там, ну, какие-то мероприятия надо делать. И они такие. Они улыбаются на меня, смотрят. Видят меня, как своего. Что я вы в гусовке нахожу. Мне вообще 40 лет уже с лишним. Я большой дядя. И они смотрят на меня, как бы, такие. И это, ну, что я тоже с фенечками. Дядя с фенечками. Ну, значит, наш парень, как бы, такой. Из нашей тусовки. Они смотрят такие, перемеркиваются такие. И смеются надо мной. Ну, как маленькие обезьянки, которые не знают, зачем нужны очки. Ну, я как бы не смеюсь с ними вместе. Остаюсь спокойно, смотрю им в глаза. Но они меня не видят, как человека. Потому что эта культура вся, она сейчас основана на внешнем, на чем-то. Внутри человека очень трудно разглядеть, потому что мы не тренируемся, мы не занимаемся этим. Вот раньше так люди жили. Они вставали рано утром, маленькую читали. Они молились, молились. Есть еще такие позитивные настрои. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Люди хороводы пели вместе. Как они узнавали друг друга? Они выходили вечером, пели друг с другом. Но то, что мы старые фильмы смотрим, это фильмы, это не то, что придумали. Так было. Еще 60-70 лет назад так было. В деревнях люди ходили, хороводы, играли на гармошке, сидели, пели. Эти песни Марка Бернеса, они как раз из этого, их мотивы идут из народного такого творчества. Вот эти все мотивы, они глубокие песни. Эти такие глубокие, чистые. Они идут как раз из жизни, вот, деревенской, простой жизни людей. Где люди просто пели друг с другом, понимаете, общались через любовь. Через внутренние отношения, глубокие. Это есть самое главное, это есть настоящая жизнь, которую мы утратили. У нас нет внутренних отношений. С кем нам строить внутренние отношения? С телевизором, который мы в свободное время общаемся, с телевизором. Я летел в самолете, когда люди сидят, родственники друг с другом. У них есть 4 часа поговорить близко. Знаете, они чем занимаются? Они сидят, играют в компьютерные игры там, вот эти вот. Обезьянка тоже, когда она что-то видит, она хватает. Хватает, понимаете? Она может этим заниматься 2 часа подряд. Но мы же не обезьянки, нам дана человеческая жизнь разумная. И ребенка говорит, мама, мама, хочешь поговорить? Она говорит, на, развивай интеллект. Какой интеллект? Это что, интеллект, что ли? Интеллект это означает отношения. Интеллект, это интеллект, сила разума. Она состоит из отношений. Зачем нужен разум? Чтобы установить глубокие внутренние отношения с этим миром. Со всем. Есть чистота в деревьях, в природе, это глубокие отношения. Так ее сразу не увидишь, сразу в лес приходишь, увидишь грязь только от них. Но солнце, допустим, внешнее отношение с солнцем означает, что оно против здоровья. Но можно внутреннее отношение с солнцем установить. Солнце, ты посмотри, какое солнце вышло. Солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее. Понимаете? Идея в чем заключается? Что солнце означает, что на земле должно стать светлее. Но речь шла о отношении к солнцу более глубоком. Потому что с точки зрения медиков, это просто радиация. Мы говорим о чем-то чистом, глубоком, как надо строить свою жизнь. Эта внутренняя жизнь означает, что рано утром ты садишься и учишься жить с самого начала. Ты пытаешься установить правильное отношение с своим близкими людьми, с своим ребенком, с своим мужем. Несмотря на то, что вчера мы тебя наорали. Потому что это просто действует карма, механика, внешняя энергия, грубость, злоба, хамство, плохие поступки. Связаны с тем, что человек не выдерживает нагрузки судьбы. Поэтому так себя ведет. Но внутри у него чистота. Субтитры создавал DimaTorzok